здравствуйте дорогие друзья с вами канал одна австралия и я александр петров и алексей чихунов давно давно мы из-за этого проклятого ковида и многих других проблем мы не видели этого замечательного человека кстати он еще миграционный агент мы как-то мало на это обращаем внимание а вот надо бы и у алексея чихунова есть интересные новости которые давно уже ребята спрашивали но все-таки мы откладывали это потому что не очень сейчас такие ясные времена мы не понимаем как будет меняться иммиграционное законодательство но на данный момент есть определенная информация если изменится информация то по крайней мере мы знаем ее на нынешний момент итак в Квинсленде есть замечательное подразделение по м491 визы это small business owner алексей расскажи пожалуйста об этой визе кто на нее может подаваться какие условия а я еще потом поспрашиваю от лица своих студентов я знаю что очень многие ребята очень очень многие заинтересованы в этом и так но она есть не только в Квинсленде она еще есть тасмане и в скором времени будет наверное в южной австралии как обещают вот для нее нужно вложение примерно 100 тысяч долларов в бизнес но и также нужно набрать 65 баллов но бизнес не обязательно должен связан быть с профессией то есть можно там отучиться бухгалтером например бизнес купить я не знаю какой-нибудь отель к примеру условно подтвердить покупку нужно там договором в договор должно входить там ну то есть может входить какое-то оборудование но не может входить наличка и ну вообще деньги на зарплаты сотрудникам вот так скажем а может входить стоимость недвижимости потому что ну предположим берется мастерская в мастерской в общем-то стоимость земли под нее и здание достаточно значительное у нас есть ребята которые хотят купить ну например автомастерскую это будет входить или нет должно да хорошо теперь еще один вопрос ты можешь сказать если какой-то свободный доступ к тем бизнесом которые можно купить или можно самому создать и вот здесь какая то есть непонятность можно ли создавать самому какой-то бизнес потому что у меня есть ребята которые готовы правила у них меняются достаточно часто потому что допустим я проверял месяц 4 назад это было возможно проверял вчера там перед все нельзя то есть я думаю я не знаю зависит из чего но они меняют то есть иногда можно купить сделать стартап иногда нет на данный момент нет но хорошо будем расходить из того что можно можно франшизу вот недавнее время тоже раньше нельзя было бизнес должен франшиза должна просуществовать год до того как она будет куплена да ну это принципе неплохое дело логан же тоже является региональным ну не весь но да там надо по индексам смотреть допустим я не говорю что это будет происходить но можно представить что допустим сейчас создает десяток бизнесов алексей чахунов а через год он их продает десяти покупателям теоретически это возможно ну теоретически да конфликт интересов но в принципе да но мы это делать не будем но но кто-то же сделает лишь бы это было людям во благо а списочек приблизительно бизнесов каким-то мой можно образом узнать как как какие бизнесы можно покупать или это вообще любые но которые вообще любые 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 да но он должен просуществовать там какое-то время то есть полгода нужно чтобы человек не управлял перед тем как будет подаваться на визу то есть принципе тут можно должна быть виза тоже с правом работы то есть если кто-то один учится на магистратуре я даже специально уточнял в правительстве штата они говорят нам без разницы какая виза главное чтобы по ней можно было работать полный ну полтайм хорошо об этом мы чуть чуть позже поговорим но где эти бизнесы искать ты можешь сделать потом ссылочку на тот сайт где можно прикинуть бизнесы по квинсланду лёша я не верю в то что можно делать успешно что-то без какой-то поддержки если допустим ты находишься в квинсланде и живешь в принципе очень-очень рядышком ну ты в угольном рядышком живешь то есть региональной а я вообще в региональной к сожалению в нашем штате этого нет но кто его знает может и будет то понятное дело что я бы конечно людей больше ориентировал на все таки на квинсланд то что там есть ты ну и не только кстати ты а вот но для нас главное есть и для людей а что касается тасмании мне уже хватило студентов которые с глазами вот как тарелка вот осветительные приборы тасмании бегут я уже не знаю чем там напуганы но сильно а эдалаида оставила у меня я не очень много ездил по австралии но когда я поехал в эдалаиду я увидел этих людей с белые в основном лица но с какими-то наколками с какими-то пустыми глазами и вот у них остановки остановки автобусные там стекла вот эти вот практически все разбитые эти стекла лежат то есть их еще не убрали их вообще может не убирают может и бьют каждый день я не знаю но честно у меня очень жесткое впечатление эти их электрички с двумя-тремя вагонами и знаешь такие станции типа железная эстакада с железными какими-то короче эдалаида оставила мне очень тягостное впечатление но как я понимаю тасмании еще жестче видимо поэтому как раз и есть такое как бы хорошее отношение к переселенцам но мне кажется квинсланд был бы получше теперь смотри где мы можем в квинсланде находить ну просто теоретически посмотреть на вот эти вот работы они будут меняться но имеется ввиду бизнес есть несколько территорий где продают бизнесы то есть это в принципе ну не так сложно сделать я потом пришлю тебе ссылки можешь под видео вставить хорошо даже можешь ты поставить под видео и мы и так и то что понимаешь это очень специфический ролик и те люди которые будут спрашивать они бы хотели слышать ответ от тебя поэтому я думаю что мы как-то людям организуем это дело вот то есть надо вложить 100 тысяч бизнес должен быть не менее желательно год полгода ожидать этого имитэйшн да имитэйшна соответственно надо работать с ардией просто ардией будет работать наверное надо будет работать с у нас не ардией просто правительством штата а то есть просто правительством штата ну то есть фактически с местным депутатом парламента в том числе вот ну так в принципе понятно теперь смотри какой вариант я допустим прикидываю если граница откроется ну предположим в июле я не верю но вообще июль уже более менее реальная я считаю ноябрь может сентябрь может июль ну предположим июль приезжает у меня пара или приезжает она потом он ну хорошо после этого как они оба приехали учатся у меня один год там английского языка на это время они все равно присматриваются там блогану там или что-то короче неплохо получается у них у них какой-то бизнес-план есть смотрели бизнес даже договорились с собственником короче будут думать покупать ну понятно что это может быть и сто и сто пятьдесят и двести тысяч просто и больше и миллион но чтобы вложения были сто тысяч как бы сразу они присматриваются заканчивается учеба когда девушка идет на магистратуру и вот здесь вопрос когда она идет на магистратуру она должна учиться в этой на этой территории потому что вообще-то не совсем понятно если она будет учиться например в Сидне или она будет учиться даже в Брисбене или в Голд Косте это не прокатывает а каким образом она будет учиться в Логане ну там нету даже филиал то есть есть Гриффит прямо в Логане прямо в Логане есть Гриффит университ да у них там кампусы есть Нейтен это Брисбен Монграват тоже Брисбен Логан Голд Косте хорошо а что произойдет если он будет он подастся включая ее это его жена ну он будет жить в Брисбене она будет ну в Логане предположим она будет тоже может быть в Логане научиться будет в Сиднее такое не пройдет? ну учиться в принципе она может где угодно но жить она обязана там же по тому же индексу ГИО ну в том же регионе по крайней мере у нас дело в том у нас дело в том что Кингсон институт у меня есть студентка которая гражданка Австралии и она хочет учиться в КОИ на магистратуре бухгалтерии но ее условия была только заочная форма обучения вот здесь проблема потому что мы не хотим давать заочное только на кампусе когда такое будет разрешение но ректор сказал что он рассмотрит и для Domestic Students заочную форму заочную а теперь вопрос а для иностранных студентов ведь могут и не разрешить только очная может такое что она живет но ездит в Сидней теоретически ну теоретически да я думаю не очень практично это будет конечно ну знаешь практично непрактично здесь вопрос на экзамене ну Брисбен и Сидней они в общем-то час езды стоимость Гриффита и стоимость Кои даже не сопоставимы разница как минимум два два с половиной раза но мы посмотрим в принципе после года английского они могут в Гриффит поехать хотя напряжён а если допустим они на годе английского и подаются после окончания она может только два месяца работать а если если они подадутся во время учёбы ну на момент получения инвитейшена они как раз уже закончат учёбу и переедут это возможно какие-то они едут можно и раньше или муж может приехать раньше и купить бизнес а потом просто жена приезжает уже по ну в регионе то есть то есть это решаемо и тогда им вообще не надо на магистратуру идти то есть ну закончили учёбу в процессе учебы ну или можно не заканчивать конечно наверное университету это не понравится но это будет очень большая проблема у нас из-за этого проблема а там есть exit award так называемый после года обучения можно получить градиент дипломы это тоже вариант то есть мы это наверное решим да да как ты понимаешь это меня подвигает на то чтобы стать агентом гриффита ну что нормальный университет конечно не самый лучший у нас в штате но я его выпускник нормальный ну знаешь я последнее время разочаровался в топовых университетах и государственная программа IBC да мне тоже в этом как бы убедила поэтому о гриффите по крайней мере еще пока не слышал грязи а вот о других двух топовых университетах я уже наслышал ну то у меня одноклассник вот сейчас кстати заканчивает он австралиец там такой даже не знаю в каком поколении у него из первого флота оба родители оба прабабушка и дедушка ну с обоих сторон вот он сначала учился в UQ на IT ему очень не понравилось потом он перешел в QI как он называется QT в QI в QI да да вот он говорит намного лучше ну в QT знаешь это QAQ организация оборудовательных агентов она на базе университетах технологии или ВQ по-моему университетах технологии ну ладно я сам выпускник университетах технологии правда Сиднестов поэтому мой профессиональный окей значит Нам понятно вообще, что надо делать, нам понятны действия, очень ребята ждут, чтобы ты им выслал данные. Насчет основания бизнеса, надо его основывать в течение, то есть год, и он должен поработать год, и тогда уже можно, правильно? Ну, там написано, что стартапы нельзя, в принципе, поэтому, ну, сейчас. Ну, стартапы-то год или до года? Ну, вот это интересный вопрос. Просто стартап написано нельзя. Ну, понятно, мы знаем, как у нас. Ребята из Индии приезжают, открывают фирму, утром, вечером уже спонсируют пять человек, следующее утро получают отказ от спонсирования и вечером закрывают фирму. Ну, это было, да, Бог. Так что мы прекрасно в курсе, государство, в курсе этого дела. Если делать все более-менее хотя бы относительно честно, я думаю, все сработает. По суммам понятно, контакты ты поставишь, на вопросы ответишь. Еще мы обоих пожелания. Да, про Тасманию. Тасманию я рекомендую только тем, кто может работать удаленно, потому что там вложения не нужны, там можно зарабатывать 53 900. Если удаленно работать можешь, Мельбург не под боком, тогда вперед. А так не стоит, конечно. Ну, хорошо, хорошо. И еще пожелание, наверное, уже больше не к тебе, а к Вадиму Герасимову. У него аудитория большая, а такого видео я не слышал. Если у меня столько вопросов, то, Вадим, если ты меня слышишь, пригласи Лешу. Поверь мне, это будет полезно. Я думаю, что твой канал в 20-30 раз превышающий по объему подписчиков мой и не зацикленный на одном агенте, наверное, даст побольше и тебе, естественно, и Алексею Чехунову. Ну, и мне будет легче, что сделал святое дело. Так, Алексей, большое спасибо и, в общем-то, до новых встреч. Хорошо. Пока. Хорошо.